В связи с ситуацией в Украине, сегодня один из самых актуальных вопросов заключается в том, как выехать в Польшу и кого сейчас пропускают. В этом видео мы детально с вами это обсудим. Сегодня, 24 февраля, Россия напала на Украину и в связи с чем ввели военное положение на всей территории Украины. Так как же сейчас поехать в Польшу и кому это можно? Как вы понимаете, визовые центры и консульство Польши закрыты. И визу получить сейчас невозможно. Остается только заезд по безвизу. Хорошая новость заключается в том, что Польша сегодня отменила все ковидные ограничения для украинцев, которые будут заезжать в Польшу. Поэтому ПЦР и антиген-тесты более не нужны. Также по заявлению от ТСН, на данный момент нет никаких ограничений на выезд граждан Украины за границу. За исключением, конечно же, случаев, установленных законом. А по отзывам людей, которые сегодня проходили границу, пропускают на данный момент всех и женщин, и мужчин, и детей. В частности, в пропускных пунктах Рава Русская и Угринов. Также сегодня пресс-секретарь стража граничного заявила, что все пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме. И количество желающих пересечь границу примерно такое же, как и всегда, хоть и фиксируется скопление транспортных средств, которые, скорее всего, будут увеличиваться. А чтобы понимать и мониторить ситуацию на пограничных пунктах, вы можете смотреть онлайн-карты на сайте стража граничного, просто кликнув по иконке камеры под названием соответствующего КПП. Ссылку я оставлю внизу в описании под видео. А также Польша готова принимать и рассматривать как заявки на международную защиту, так и на предоставление временного убежища на территории Польши. Украинцы могут просить о международной защите в Польше. Для этого нужно прибыть на границу, сообщить польским пограничникам, что вы требуете международной защиты или статуса беженца. А также подать заявление на предоставление статуса. И после подачи вы находитесь в лагере для беженцев или подписываете отказ и покидаете лагерь. Но, если вы получите статус беженца, то вы не сможете официально работать в ближайшие 6 месяцев. И чтобы не быть без работы в чужой стране, если у вас есть биометрический паспорт, то въезжайте в Польшу именно в рамках безвизового движения. Такое решение позволит вам легально трудоустроиться в Польше сразу, как только заедете. А что же касается граждан России, то президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступит за введение запрета на въезд россиян в Польшу в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Подведем небольшой итог. Как вы поняли, сегодня всех пропускали на границе. Но вы должны помнить один важный нюанс, что возможность въезда в Польшу не равна возможности выезда из Украины, где по нормам введено военное положение и запрещен выезд военнообязанным. Поэтому, если даже Польша будет пускать людей к себе, то Украина просто может их не выпускать. Поэтому, если сегодня выпускают всех, то это не означает, что так будет всегда. Так как в Украине введено военное положение. Ну что же, друзья, внизу в описаниях под видео вы можете, как обычно, задавать свои вопросы. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока.